Стандартная у нас процедура в каждом концерте, потому что Орлуша, я так понимаю, созрел. Волнительный момент, потому что сейчас родится стих, который... Я говорю, у меня выбор был созреть. Потому что я три его подогреваю. Ну что ты? Какой-то первый раз. Вообще действительно волнительный момент. Понимаете, вот сейчас на ваших стихах в глазах родился стих, который никто никогда не читал, даже Орлуша. Он только сейчас прочтёт. Вы правильно? Не было стиха, сейчас есть. Ну, при вашем участии. Итак, давайте картинку на 19, мастер-музочку. Андрей Орлов в роли поэта Орлуша. Для меня, которого когда-то в детстве отдали в олимпийскую школу простого олимпийского плавания, которое мне надоело на пятый примерно или шестой день, потому что там шестичасовые занятия. Это город Челябинск был, что я провел после этого примерно полгода, ездил на трамвае от конечной до конечной, читал книжки. А плавки мочил в сугробе, потому что у меня с плаванием в особенно несинхронном отношении личное. Итак, тема была, что мальчиков начали брать в синхронное плавание. Я в бассейн хожу не часто, утонуть немного с сом. Но вчера я встретил счастье, там, с прищепкой на носу, Мне навстречу выплывают под синхронный взмах руки. Ножки бриты, взгляд играют расписные мужики. Ведь такое ж только в сказках. Да, подводного царя! Мне нахально строят глазки тридцать три. Богатыря все практически нагие. Из одежды срам один. Есть брюнеты, как Нагиев. Есть подбаска в бланде. И такое вытворяют, как братишки Ротенберг. То синхронно вдруг ныряют, то всплывают жопы вверх. Исполняют очень чисто. С улицы, через стекло. Нервно смотрят синхронистки, Видя, время их прошло. Но кому скажите, боги? Объясните, люди мне, Женские приятны ноги. В гомофобной ты стране. Нам попы давно сказали честно. Нам попы давно сказали честно. Синхронистки скрепы не хранят. Женщине в купальнике не место. Бабы не духовная фигня. Синхронистки этого не ждали. И у вас в жизни поворот каков? Но достижения, медали. Спорта ж вроде нет для мужиков. Сейчас. Я, это я, видимо, заслушавшись Впервые к этим исполнениям Ефремова, Сбился с размера, когда ржал на собственном тексте. Я, мужик, довольно скромный. Правда, сердце моего. Лучше мужиков синхронных В мире нет ничего. Мужики синхронно квасят. Общий раж. Синхронный пыл. Врет один, что был у Васи. Все синхронно скажут – был. Все синхронно с обороной. С Путиным синхронен стерх. Дума, дума и синхронно. И синхронно руки вверх. Честность – мой конек коронный. Говорю вам без балды. Если будем плыть синхронно, нам в страну нальют воды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АНДРЕЙ ВАСИЛЬНЫ АНДРЕЙ ВАСИЛЬНЫ И КЮЛЬЯ ТИБОРА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННО АПЛОДИСМЕНТЫ И в зале вы увидите волонтеров фонда Костя Хабенского с боксами и пожертвованием. Давайте вместе поможем детям, подопечным фонда, скорее выздороветь. Спасибо вам большое. Вообще, сегодняшний вечер. Ну и мы писуем без предупреждения. Да, не напрашиваемся. Вы не спрашиваете, что люди будут выходить там, где боксы, а вы вообще не там. В общем, там стоят коробочки, можно положить деньги на хорошее дело. Написано, фонд Хабенского, не то, что фонд Хабенского, это фонд, который руководит Константин Хабенский. Фонд Хабенский, фонд Хабенский, фонд Хабенский, ладно, давай. Ну, значит, тогда ладно, бис. Ну, в общем, действительно, мы никогда не напрашиваемся, на бис сразу же читаем. Вот. Ну, номер тоже довольно старый, но это такая палочка-выручалочка, потому что когда-то мы этот номер...